Дефекты на киосках проката, то есть внешняя сторона уже наши люди, то есть помогают строителям, это мнуть металл, отламывать столбы освещения. Газоны, брусчатка. Газоны пока тяжело ответить, пока трава полностью не взошла, и я думаю, погодные условия не дадут, и сейчас в полной мере взойти, чтобы, по крайней мере, глазами просмотреть. А как будете принимать такие работы, если трава не взойдет, их ведь нельзя будет принимать? Ну, будем ожидать, вроде погодные условия позволяют пока. Уже время прошло-то очень много, эти работы должны были уже выполнены быть, изданы. Будем ждать, нам только время, другого нам не дано. Скажите, а вот с подрядчиком самим вы уже вступили в какой-то диалог? Конечно. Как он поясняет, почему своевременно не сделали, почему с замечаниями? С замечанием, потому что, как всегда, проекты делаются по аналогии с какими-либо. И проекты все сырые, как обычно. То есть, не привязаны к местности или же какие-то... Ну, может, ну, есть нюансы, как в каждой, нельзя полностью застраховаться и все мероприятия учесть. То есть, это каждый индивидуально, поэтому все работы в процессе, они согласуются и могут изменяться для этого. Если это практика, нормальная. Но вы так сразу поверили подрядчику на слово или уже изучили проект? Ну, проект изучаю... Нет, там порядка восьми альбомов. То есть, изучить его за один день, ну, это нереально любому человеку. В процессе будем сейчас. Пока работы принимать, ну, естественно, мы не будем. Будем ждать. Скажите, а вот по поводу... Вот вы уже упомянули павильоны. Уже есть понимание, кто зайдет туда из представителей бизнеса? Пока нет. Желающих нет, да, пока? Скажите, а вот подрядчику по факту сегодня сколько средств вообще оплачено? Вы знаете, это надо у бухгалтера узнавать. Я до такой степени еще не вникал. Ну, рановато вы пришли, если честно. Скажите, а у вас вот нет какого-то, может быть, определенного опасения или страха, что вот вам придется подписывать фактически все эти работы? Нет, ну, как страха? Вы же понимаете, ну, ум, не знаю. Человек не подпишет, как, заведомо невыполненные работы. Зачем? Ни один человек это не подпишет. И попадать, грубо говоря, утрируя уже на уголовное дело, ну, никто не хочет и не желает. То есть вы работы, которые не выполнены или выполнены некачественно, подписывать не будете? Ну, это естественно. Ну, расскажите вообще, в принципе, вот как вам в кресле руководителя? Есть опасения? Как у вас сложились отношения с коллективом? Да, с коллективом. Вы уже познакомились? Да, коллектив, он слаженный. То есть в эту работу пока мне что-то менять зачем? Люди, годами устоялась их традиция, и много, как уже, народных коллективов, которые уже заслужены. И так лезть со своим уставом в первые дни нет. Посмотрим в дальнейшем, что будет. Нужно сначала обвыкнуться, и первоочередное, это, конечно, это работы. Как вы думаете, вам не помешает отсутствие опыта в культуре, вот работы в сфере культуры? Вы имеете в виду по культмассовым мероприятиям или что-то? Нет, в принципе, что вы не работали в сфере культуры. Ну, вы знаете, директор автосалона не обязан быть механиком. То есть вот так. И, ну, это все в процессе обучения будет меняться. То есть контракт у меня на год. Если продлиться, то есть, ну, все равно перепрофилирование, конечно, должно быть. Нюансы в каждой работе есть. А что значит в процессе обучения? Вы намерены где-то получить образование? Конечно, не намерены. Я обязан это сделать. Я обязан это сделать. То есть пройти переподготовку в специальных заведениях, которые уже направлены на объекты культуры. Это какие-то краткосрочные? Нет. Вы хотите получить высшее образование? Да, повышение квалификации, да, с декорами. И куда собираетесь поступить? Ну, есть список. Пока только изучаете? Конечно, конечно. Скажите, а вот вы же наверняка посещали Назаровский кинофорум отечественных фильмов? Нет, не посещали. Никогда не посещали? То есть о гостях вы не знаете, кто был, что был, зачем приезжали? Имени Ладынины? Да. О гостях знаю почему. А форум почему не посещали? Ну, отсутствие времени. Понятно. Скажите, пожалуйста, ну вот все-таки на понимание, что вам интересно в этой работе? Долго вы думали, прежде чем согласились возглавить учреждение культуры? Думали, долго думали. Во-первых, предшественник ушел как бы в короткие сроки. Поэтому думать долго не было возможности. Скажите, а кто предложил вам? Глава города? Нет. Николай Николаевич? Николай Николаевич. Возглавить учреждение культуры. Для вас это предложение было неожиданным? Да нет, почему? А собеседование с вами проводили? Конечно. А что, семья поддержали вас? Что, вот пойдете? Ну, семья поддержали. Любой, любой рост. Это есть хорошо. То есть для вас это еще и карьерный рост? Ну, в том числе, конечно. Хотя я до этого занимал всегда ЭТР-овские должности. Но любое повышение – это хорошо. Ну, просто, мне кажется, все равно страшновато, наверное, маленько было. Ну, всегда страшновато в незнакомый коллектив. Это нормальное состояние человека. Страх – это защитная реакция организма. Это нормально. Ко всему привыкаешь. И я думаю, что все пройдет хорошо. Мы будем надеяться. Скажите, а вам знакома фамилия, имя министра культуры Крестнерского края? Знакома имя, фамилия. Вы же сейчас назвать его потребуете, правильно? Не потребую, попрошу, если вам не нужно. Не назову, если честно. Не лукавит. Ну, выучите. Ну, уж расскажите тогда. Смотрите, вот культурно-досуговый центр «Юбилейный» – это ведь еще и большая работа, связанная с кинопрокатом. Да. Какие новинки в ближайшее время смогут посмотреть «Назаровцы» здесь, в КДЦ «Юбилейный»? Вот вы знаете, вот честно, есть рекламные компании, есть афиши. И пока я занимаюсь только изучением проекта, я не вникаю до такой степени. Вы, вот правда, в первый день работы хотите, чтобы у меня был стопроцентный охват. Ну, ладно, хорошо. А сами вы какие новинки кинопрокаты смотрели в последнее время? Никаких. Я по своему основанию большевики. Для меня советские фильмы – это лучшее. А книги какие читаете? Ну, сейчас возможности нет книги читать. Ну, мы желаем вам успехов, изучайте. Надеемся, что у вас все получится. Спасибо вам большое. Спасибо. 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 Спасибо.